Я хотела вам рассказать историю, которая со мной произошла несколько лет назад, когда я была в Иерусалиме у стены плача. Вот мне предоставилась такая возможность шикарная побывать там. Я была всего лишь один день, так скажем, проездом, но до сих пор помню эту историю и счастлива, что побывала там. Ну, вообще стена плача, конечно, это грандиозное место. Это, в общем, то место, где приезжают паломники со всего мира. И там, как говорят, соединены три религии. Христианская, иудейская и мусульманская. И вот все эти три религии странным образом считают эту стену своей святыней. И очень часто, очень много людей туда едут, чтобы прикоснуться к ней, чтобы, в общем, как-то ощутить вот это вот святое присутствие. Как говорят, что, ну, это одна из сохранившихся западных стен, той стены, которая была возведена на Храмовой горе, вокруг храма, второго храма, который соорудил, по-моему, царь Ирот. Вот. Первый храм на Храмовой горе был возведен в какие-то дальние-дальние незапамятные времена. Вот. Потом его Вавилонский царь разрушил, по-моему, Новоходоносор, если я не путаю эту историю. И потом, спустя многие-многие лета, уже на этом же самом месте вот был возведен второй храм, который простоял, наверное, всего лишь сто лет. И также он был разрушен уже римлянами. Но вот странным образом вот эта вот западная стена, не от храма, а от стены, которая, как я уже сказала, окружала этот храм, она сохранилась. Некоторые говорят, почему она сохранилась. Потому что, когда строили этот храм и возводили стену вокруг храма, то там собирали деньги с местных жителей и строили этот храм на пожертвование. Ну, а я, когда приехала в Иерусалим, к своему стыду, я не знала никакой истории такой серьезной об этой стене плача. Я знала, что там есть путь на Голгофу. Я знала, что там есть вот этот камень, на который положили Иисуса, когда его распяли на кресте, и потом он был снят с креста. Вот это вот там тоже, в этом храме гроба Господня. Все это есть. И на Голгофу я также поднялась. Я знала о стене плача, что там просто люди приходят туда, пишут какие-то свои пожелания, записочки оставляют, вставляют в какие-то расщелины в этой стене плача, и обязательно вот эти вот пожелания сбываются. Вот я, как бы, зная вот это, я пошла на стену плача. Что меня там, в общем, ожидало, это, вы знаете, просто история такая, которую трудно, наверное, даже понять, что там со мной произошло. Вот сейчас вам расскажу по порядку. Вообще, это сохранившаяся западная стена, стена плача. Она протяженностью что-то там 400 с чем-то метров всего, неразрушенная. Но вот основная ее часть, она находится под землей, и там доступ к ней обычным людям, наверное, запрещен. А вот открытая часть стены, к которой можно подойти, возле которой все паломники находятся и молятся там, она всего 56 метров длиной. И вот она, как говорят, 19 метров всего высотой над землей, и что-то порядка 36 метров она под землей находится. Стена разделена на две, ну, примерно равных части. К ней, значит, по-моему, с правой стороны там женщины могут подойти, а с левой стороны подходят мужчины. То есть я попала на женскую половину. Когда подходишь уже к стене, то людей огромное количество. Вот женщин. Там стоят стулья, там стоят такие вот маленькие, типа Пепитров, наверное, как скажем, на которые можно положить книжку, Библию, на которые можно читать, стоять молитвы. Чем большинство людей там возле этой стены и занимаются? Они читают монотонно молитвы. Некоторые сидят, склонившись, медитируют на этих стульях возле стены. Но большинство, конечно, пишет записки, подходит к стене, трогает ее, прикасается к этой стене. Вот тут, если вам видно, чуть-чуть немножко колокольчиков этих. Ну, очень они тощенькие. Совсем не ковер, конечно. Скорее всего, это лес другой. Так вот, я написала записку, естественно, свои пожелания, сокровенные какие-то мысли. Я подошла к стене, стала искать место, куда ее положить. Оказалось, что найти такое место было достаточно затруднительно. Говорится, все было затыкано этими записками. И нужно было довольно высоко поднять руку, чтобы что-то смочь вставить в одно из свободных мест, щелей, так скажем, чтобы эту записку положить. Ну, я поратолкнулась. И опять же, очень много женщин было, которые стояли возле этой стены. Некоторые прислонившись руками, некоторые прислонившись лбом и руками. Вот так вот, знаете, практически распластавшись на этой стене. Кто-то просто стоял рядом с молитвенником, читал молитвы. То есть было места мало, чтобы подойти вплотную конкретно к стене. Но я думаю, как интересно. Вот они тут, похоже, как медитируют вроде. Вот прислоняются руками и лбом. Ну, думаю, попробую и я. Что ж это такое? Что там мне эта стена поведает? Вот. А вы знаете же еще, что говорят об этой стене плача, что там присутствует всегда вот дух, святой дух. Он никогда не покидает эту стену. Он даже, по-моему, называется то ли шихна. Вот сейчас, к сожалению, забыла это название еврейское. То есть там ощущается вот это вот святое дыхание. Ну, вы знаете, вот немножко все-таки колокольчики попадаются. Конечно, не такие поляны огромные, сочные. Но, в общем, вот можете видеть, колокольчики есть. Так вот, я протиснулась вплотную к стене, нашла какое-то свободное место, подошла совершенно, как говорится, без какой-то мысли особенной, просто решила повторить то, что делают другие женщины. Я положила руки ладонями, прижала к этой стене у себя над головой и прислонилась лбом к этой стене. И вот, что произошло дальше. Это было для меня до и до сих пор, знаете, то, что меня в дрожь повергает и сейчас. То есть получилось так, что как только мой лоб коснулся вот этого камня, стены плача, мне вдруг... Я закрыла глаза, естественно. Ну, как-то попыталась расслабиться, наверное, ну, ни о чем не думать. И вдруг, представляете, открывается вот такой тоннель, как бы, да, передо мной, перед моими закрытыми глазами. Я вдруг вижу, как будто мне включили какой-то фильм. И вот так вот вдалеке я вижу, вот, знаете, как сказать, вот как бы труба такая, как калейдоскоп, да, и там вдалеке, не очень далеко, но все-таки не рядом со мной. Я вдруг вижу очень отчетливо такую картину, какая-то площадь. Видно, что очень-очень старое время, но такая чистейшая площадь, залитая солнцем вся, красивым солнечным светом. Эта площадь была мощена булыжником, который настолько был, наверное, ногами весь из... отшлифован, что просто эта булыжная мостовая, она такая, как блестящая была. И вот этот солнечный день. И эта площадь небольшая. Посредине этой площади такой, знаете, типа колодца, какой-то тоже из серых камней, такой круглый, ну, где-то, наверное, метр высоты. И вот я вижу вот такое вот возвышение. И вокруг ходят очень медленно, неспешно ходят мужчины. Женщин ни одной я не увидела там. Ходят мужчины очень красивые. Они все темноволосые, они все такие кудри у них до плеч. Вот немножко, даже, может быть, чуть-чуть длиннее, но они не длинные волосы, а вот до плеч у всех. Такие каштановые красивые волосы. И сами эти люди, они такие красивые. И они в таких белых каких-то туниках. Значит, вот как там задрапировано, как-то очень красиво тело у них. И эти туники, они внизу, как бы немножко вот так вот, если человек идет, у него эта туника раскрывается. Внутри подбито таким красивым синим цветом. А еще внизу, по самому низу, оторочено каким-то красивым рисунком, таким горизонтальным. Тоже, вы знаете, который вьется. Бывают вот такие, даже какие-то украшения, гравюры таким делают. Вот, вьется золотая, вот это вот, вот этот золотой рисунок по всему низу их одежд. И я смотрю, что большинство из них в руках какие-то книги. Но книги такие, даже не книги, а знаете, вот как свитки. У некоторых они свернуты в трубочку, эти свитки. А вот один, который как-то, он выделялся из всех, он стоял возле самого этого колодца, или как называется, вот это вот возвышение в центре площади. Он стоял, и он развернул этот свиток, и вот так склонился, и он его читал. И вы знаете, вот это вот все было как-то так неспешно, и так красиво, и такие красивые люди. У них на ногах вот какие-то темно-коричневые сандалии, такие плетеные, где-то, наверное, даже поднимаются выше щиколоток. Я это все вижу очень отчетливо. Впечатление такое, что там вот просто какой-то парадайз, вот знаете, вот райское место. Такой покой. Я вижу, что эти люди счастливы. Вот как-то просто на меня это как-то повеяло. Вот никакой суеты. Вот я даже не могу вам передать, не могу объяснить. Но я вижу, что там какое-то просто присутствует счастье, оно даже витает в воздухе. И вы знаете, это, конечно, то, что я вам рассказываю, это довольно долго я рассказываю, но я-то это увидела сразу это все, да. Я потом еще все это прокручивала, потому что у меня эта картинка, она стояла перед глазами, и она сейчас у меня стоит перед глазами. Ну и что вы думаете? Во-первых, для меня это было настолько неожиданно, это просто, даже, знаете, это был просто какой-то какой-то из ряда вон выходящий случай, который меня просто потряс и поразил. и я вместо того, чтобы, знаете, дальше смотреть, что же там такое происходит и как-то попытаться разглядеть, что за место, какое время. Но это я сейчас такая умная, понимаете, а тогда я настолько испугалась даже, можно сказать, вот этому видению, я не поверила. И я отпрянула, отпрянула от этой стены. Я отпрянула, потому что мне даже, знаете, показалось, что я уже не возле этой стены, а я вот где-то в другом месте находилась. И когда я отпрянула от стены, естественно, вы понимаете, что это видение тут же прекратилось. Я открыла глаза, я смотрю, стала озираться по сторонам. Ну и понимаете, когда я отпрянула от стены, и все это исчезло, я такое впечатление, что я поняла, что я какую-то сделала глупость неимоверную. И тут же сразу же на мое место встала другая женщина, прислонилась к этой стене. То есть меня оттеснили, я отошла. Но успокоиться я, естественно, не могу. Я думаю, как же это, что же это, надо же опять мне подойти. Я стала искать другое место. Я подошла, нашла еще другое место. Я приложилась точно так же. Ничего уже мне не открывается, ничего не происходит. Я подошла к тому месту, где я стояла. Думаю, может быть, как раз здесь. Я подождала, когда отойдет эта женщина. Ждала довольно долго. Она все-таки отошла. Я подошла опять к этому месту, на котором мне показалось это видение. Я прислонилась, встала опять, стала расслабляться, что-то такое. Но, знаете, ничего уже не происходило. Это, не знаю, я до сих пор теряюсь в догадках, что могло это быть. Но я поняла уже, сколько я не прикладывалась снова к этой стене. всяко-разно, ничего уже не возникало, а уже время прошло довольно-таки долго. Мне пришлось возвращаться назад. Я вернулась назад, естественно, в свой отель. Я подумала, что у меня из головы не шла эта картинка, у меня не шло из головы это происшествие, то, что со мной произошло. Вы можете себе представить, что это такое потрясение было, непередаваемое. Когда я вернулась домой, я, естественно, сразу же бросилась в интернете искать всю информацию об этой стене плача. Я стала, даже нарисовала, я рисую немножко, я даже себе нарисовала, потому что боялась, что я забуду, вот как были одеты эти люди, как они выглядели. Я даже себе сделала набросок. Но, вы знаете, я зря боялась, потому что у меня эта картинка, она стоит перед глазами до сих пор. И вот я искала очень долго, я перелопатила весь интернет. Я потом стала уже искать картинки. Сначала я прочитала всю информацию об этой стене плача. Потом я, значит, вот стала картинки искать. Думаю, может быть, какое-то все-таки время. Я сначала написала, значит, вот время правления царя Давида. Но все в основном это были все-таки не фотографии, вы же понимаете, а это были рисунки людей, какие-то картины. Вот несколько, я даже их отложила, оставила. Вот если смогу вам их вставить сюда, в мой рассказ, то вы их увидите. Вот примерно, совсем чуть-чуть, вот одежды совпадали. Но это было не время царя Давида. Я стала смотреть царя Соломона. Я нашла вот это вот, знаете, ковчег Завета. И вот это, когда еще храм этот был, не разрушен. Там на какой-то площади тоже вам эту картиночку я постараюсь показать. Вот что-то чуть-чуть похожее, но может быть даже похожее тем, что они в этих вот голубых туниках, в голубых одеждах и в сандалиях эти люди. Но все равно не то, что я видела. Я видела все намного красивее. И люди были просто, знаете, необычайной красоты. Все эти мужчины. Я не нашла. Что-то отдаленно напоминающее только. Но вот я почему-то решила все-таки, что это, наверное, где-то то ли царя Соломона, то ли царя Давида время. То, что я увидела. И что вы думаете? Совсем недавно, когда я стала еще раз интересоваться библейскими сюжетами, я открыла уже из библейских сюжетов их вот этих вот святых. И вот на одной картинке я увидела явственно, что именно вот больше похоже вот то, что я видела вот на библейский сюжет. Можете себе представить. Потом я, конечно, разговаривала с очень многими своими знакомыми и незнакомыми. Я пыталась даже списаться. Есть такой Андрей Скляров, который занимался вот как ковчегом завета. И вот был у этой стены плача. Он профессор, путешественник, исследователь. Я даже написала ему письмо, потому что меня эта тема, она не отпускала, как вы понимаете. Я хотела разобраться, что же это было, что за видение, почему оно пришло именно мне и что это значит, и какое время я увидела. И так увидела явственно, как будто эти люди были рядом со мной. Ну вот я написала Андрею Склярову. К сожалению, оказалось, что он вот умер в 2016 году, и я опоздала со своим письмом, что я искала какие-то любые возможности узнать, что со мной произошло, и было ли это с кем-то еще там у стены плача. Но вот понимаете, больше я не встретила, чтобы кому-то еще возле стены плача были видения. Говорят, что некоторые там чувствовали что-то такое, какое-то присутствие божественное, еще что-то, но чтобы вот так вот конкретно видения, как у меня, я не слышала. Может быть, вы что-то такое слышали, что произошло с людьми у стены плача. Может быть, что-то подобное. Мне бы было интересно послушать вас и узнать, потому что в интернете информации такой я, к сожалению, не нашла. И я до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного. Я до сих пор нахожусь в непонимании. Ну вот понимаете, как интересно. И вопрос для меня этот остался открытым. Но, как говорится, я клянусь всем святым, что у меня есть в душе. Я говорю точно то, что со мной стопроцентно произошло у стены плача. И то, что я до сих пор не могу забыть и не могу объяснить, друзья. Вот сегодня поделилась с вами такой историей. Если интересно вам, буду очень рада. Ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет все интереснее и интереснее.